добрый день с вами художественная школа империя пиктер и сегодня покажу вам как нарисовать арфу простыми карандашами а если вас интересует тема рисования то внизу по ссылочке в описании вы найдете множество других онлайн-курсов и наше заочное обучение но мы начинаем рисовать арфу с дугообразных линий сверху сделали дугообразную линию слева справа она уже идет у нас ровная и в общем то наметили общую форму нашей арфы далее начинаем ее прорисовывать сверху добавляем еще одну дугообразную линию и создаем толщину стенки арфы разделяем правую сторону еще на три части добавляя две линии дугообразную линию слева тоже делаем более толстой внутренней линии все убираем чтобы нам ничего не мешало выравниваем аккуратненько контур чтобы наша арфа была ровная красивая и аккуратная также добавляем толщину по правой стороне большую часть которая торчит к сожалению я не знаю все части названия арфы буду называть все попросту так скажем своим языком ну что в общем то практически все наша арфа почти готова добавляем толщину по левой стороне прям вот так дополнительную такую толщиночку и по верхней части и по основной дугообразной обвожу поярче и и чтобы она была такая более четкая лишнее подтираем все что у нас вышло за края ну и собственно все можно начинать штриховать нашу арфу этим же hb карандашом самым обычным мы набираем общий тон то есть прям проштриховываем делаем такую подложку пока сильно не обращаем внимание на тон то есть просто 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 заштриховываем аккуратненько все проштриховываем сверху тоже заштриховываем то есть убираем все белое делаем арфу более темный такой штрихуйте в любом направлении главное чтобы эти штрихи были очень плотно расположены друг другу и не было видно сильного направления штриха то есть знаете бывает штрихуют и оставляют такие дырки между штрихами мы с вами делаем очень плотно как растушевку правую сторону арфы начинаем затемнять контура у хорошего рисунка быть не должно то есть весь контур мы расштриховываем вот берем вот так линию показываю до полевой стороне и расштриховываем ее в общую массу нашей арфы толщину делаем темнее заштриховываем ее потемней ну и теперь наша задача пройти по всему периметру арфы и убрать обводки чтобы никаких контуров и просто вот таких линий обычных не было проштриховываем убираем убираем замечательно снизу тоже подчеркиваем после этого я беру карандаш мягкий у меня это 4 м м и б это одно и то же обязательно в вашем арсенале если уж вы любите рисовать да должно быть минимум три карандаша один твердый h или 2 h 1 hb твердо мягкий и 1 мягкий это может быть 2b 3b 4b и так до бесконечности то есть хороший мягкий карандаш всегда необходим вот как раз таки этим мягким карандашом я начинаю делать детализацию и доработку нашей арфы мягким карандашом получается рисовать более темного более насыщенно ну соответственно им проще прорабатывать детальки потому что именно контраст именно свет и тень делают нашу работу более такой интересной завершенной и привлекательной делаю толщину на правой стороне точно так же как слева на тугообразной нашей линии арфы внутри тоже прохожу полосочку делаю потемней но вот а эта толщина она у нас знаете такая более светлая все таки должна остаться затемняем правую сторону тоже выравниваем нижнюю часть проходим так ну что теперь нам нужно добавить струны те самые аккуратненько проходим струны начиная снизу поднимаю вверх и делаю кружочек опять от центральной вот этой вот линии справа мы поднимаем вверх закругляем старайтесь чтобы расстояние между струнами были примерно одинаковы даже если у вас прям не получилось до 1 в 1 ничего страшного все бывает мы с вами только учимся самое главное что мы заняты полезным делом да то есть мы рисуем становимся лучше проходим делаем эти полосочки струнки прям из вот этой темной полосочки он не у нас выходят еще старайтесь чтобы вот эти кружочки сверху они были примерно по одной линии ну то есть дугообразно на одном расстоянии от края так ну и последний давайте сделаем вот так так ну что теперь то что к нам ближе нужно чуть-чуть уточнить также добавить дополнительные еще элементы сверху кружочки немножко заштриховываем чтобы они не были просто такими знаете пустыми с обводкой делаем их плотненькие добавляем еще дополнительные такие крючки снизу не знаю что такое а то сейчас будете писать что не так назвала не знакомо с арфой честно говоря и снизу туда дальше уходя их можно сильно не прорисовывать чуть-чуть текстуры добавили за счет штрихов ну и в принципе все берем ластик подтираем вычищаем весь наш фон убираем всю грязь ну и готово работу подписываем своей подписью можете прислать мне в инстаграм империя picture онлайн ну и на этом я прощаюсь с вами до свидания друзья до новых встреч рисуйте вместе с нами приходите к нам на заочное обучение обучаться но не забывайте ставить лайки подписываться на наш канал всем пока